если представить какую-то очередь за счастьем где народа стоят русские последние русские не могут вдохновенно бабки зарабатывать ну типа вот при этом я думаю что все повернется в нужную сторону вот пришло поколение которое спецом для для этого поколения прагматиков и рационалистов и они не доверяют старшим и имеют все основания не доверять страдания бессмысленны подвиги бессмысленны предков я пришел не заниматься тем чем мне не интересно потому что ничего хорошего в каком-то воплощении на какой-то планете был серьезным специалистом в нескольких сферах мы должны создать сообщество где функция государства государства это сервис стать первым поколением счастливых людей если мы это осознаем мы сможем оккупировать все энергии прошлого вот ты же за ребенка ответственность своего в ком мире ты живешь ты не те не кажется что ты вообще ничего не контролируешь вот эти 21 22 23 24 25 мир изменится до неузнаваемости все по-другому надо определиться кто мы чем мы хотим и ради чего объединяем свои усилия добрый день с вами дергачев инсайт сегодня у нас в гостях сценарист режиссер бахыт килибаев сразу хочу о чем сказать что вот мы уже начали немножко говорить и очень для меня что важно и интересно что а все свои знания ты получаешь не от того что ты как мне кажется много и старательно трудился понимал вот в какой-то момент все свои знания ты получаешь мне кажется напрямую из космоса то есть вот ты сценарий как пишешь ты их пишешь а вот как потому что какой-то поток идет или потому что ты все-таки очень опытный человек который потратил на это всю жизнь чтобы писать сценарий наверное одновременно и то и другое я в общем я могу рассказать как я в молодости сценарий писал и как теперь получается в молодости я просто загонялся в ситуацию типа квартиру снимал сначала все там сделаешь помоешь все что надо там ну короче пока есть повод не заниматься сценарием занимаешься всем и прости не понимаешь просто до 1 дальше сажусь за стол кладу стопку бумаги ручку и говорю себе ты отсюда не станешь пока не напишешь слово конец не поставишь точку и все сижу за столом главное просидеть и через какое-то время что-то поворачивается и только успевать писать и ты передай этот поток не прекратить который идет то есть ты входишь в состояние подключаешься к нему но ты при этом же все равно используешь и весь свой жизненный опыт и свои представления просто я почему вот это я со своим приятелем разговаривал и говорю вот я буду разговаривать с бахэтом килибаевым он говорит а ты врубаешься вообще что это за человек я говорю ну-ка расскажи мне он говорит бахэт килибаев это человек который играет высшей лиги потому что есть люди которые занимаются подражанием и которые просто воспроизводят производят бесконечно то что придумали другие а бахэт килибаев он придумывает сам вот то есть и в силу этого это вот все что делает килибаев это сразу другой уровень просто потому что он вот этот момент придумывания он его создает то есть ты себя вот в какой-то момент ощущаешь таким творцом который действительно придумывает а не просто воспроизводит у меня проще я довольно давно обратил внимание что когда мне интересно не интересно когда мне я не продуктивен я решил не заниматься тем чем мне не интересно потому что ничего хорошего ну типа заморочка какая-нибудь еще потом типа все ради чего влез ну например денег заработать не получается все как-то криво поэтому я занимаюсь только тем что мне серьезно интересно и тогда я продуктивен а почему мне то или другое интересно вот раньше не понимал сейчас думаю что я в каком-то воплощении на какой-то планете был серьезным специалистом в нескольких сферах и сейчас вот через меня какие-то настолько неожиданное для меня знания пошли вообще кто бы поразительно просто я в этом разбираюсь как бы ну типа на уровне практического применения вот ты человек ведь очень увлекающийся я вот помню в юности я приехал в москву там я попал к бахыту килибаеву полуслучайно да через друзей и это был период когда бахыт был увлечен кроме всего прочего группой ноль да то есть и ты же эту группу на самом деле просто ну не то что сделал звездами но придал им новый импульс и новое звучание самое главное визуализировал да то есть вот это увлечение это было что это была любовь или что ну ты считай гениальная музыка гениальный человек гениальная музыка ну она сама по себе меня и торкнула я до сих пор уверен что федор нереально я абсолютно тоже точно так же думаю на мой взгляд это лучший рок вообще это в самом деле русский рок и он смысловой и федор вот когда мы с ним познакомились он такой сильно страдал от того что мирное совершение прямо ну на краю стоял от этого и это тоже казалось величием по жизни мы такие обыватели а тут вот есть звезда прямо и он вот так как говорит так и живет это вообще круто а у тебя вообще вот эта потребность в том чтобы искать людей которые либо стоят на краю либо видят то что не видят другие она всегда была ты сразу за таких людей хватался нет нет просто он был очень ярким музыкантом и обратил мое внимание именно музыка я понял что это другая музыка другая энергетика я ехал в автобусе и карусе который купил на деньги Сергея Пантелеича Мавроди и это был мой частный транспорт в тот момент такой интуристы карус одной дверью и играла радио и там пошла какая-то программа и там федора пригласили в студию и он что-то говорил ну пока говорил ничего особенного но когда он запел я говорю давайте узнаем кто это на следующий день связались и еще через два дня я с ним встретился в Питере то есть ты туда поехал полетел да и там его нашел и сразу все сложилось да ну как сложилось мы напились конечно он мне говорил ты понимаешь какой жизнь я живу я говорю ну нет если честно думаю что ты вообще крутой и он повез меня домой к себе там у него мама парализованная очень своеобразный человек я тогда понял как он в жизни живет непростой а он мне казался вообще богом ну типа он выглядел очень круто просто ангел он же очень красивый же парень да 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 и как он сложен как у него все круто и как он играет эту музыку это вообще невероятно и гваян который был вообще привнесенный вроде как до этого не было по русскому року гваяна но и многие какие-то вещи абсолютно парадоксальные которые знаешь на что я обратил внимание они вчетвером а у них симфоническая музыка реально всего четыре человека играют и гитара спорит с баяном постоянно там у них своя драматургия это нереально я думал я думал как же не вчетвером такую плотность звука дают потом разобрался там например как может быть гитара дает фразу начальную акцент на баяне в ту же мелодическую конструкцию то есть так бы она вообще самостоятельно баян бы не звучал но вот с гитарой и все на своих местах и все вот ну типа в развитии это федор это будет никто так больше на мой взгляд с музыкой не обращался потом же мы его пригласили в громовых смысле в громовых мы взяли в одну мелодию вот это вообще волшебная какая-то фантастическая вот в первых громовых инструментал такой философско-космический такой он как будто бы и тяжелый но в то же самое время философский такой не не без тяжести такой без остервенения федоровской ну как у него но это лучше послушать потому что это не передать но это и он вообще его музыка к чему угодно она что угодно может сделать в смысле берешь плохой эпизод в фильме какой-нибудь ставишь его музыку эпизод начинает играть вообще другими красками наполняется и актеры играют до того вообще выглядели как неспособны а так вот под потом по моему стилягах прозвучало и примут в народ широко ушло но мне кажется что впервые в народ широко ушло вот когда ты сделал еду курю а еду курю да когда ты сделал потому что тогда это звучало отовсюду это просто в москве люди на стройках сидели вокруг этого магнитофона да то есть там в каком-нибудь там в толгаре под алмато и я приезжал из автобуса выходил и там на всю автостанцию вот так вот на все горы было да там и настоящему индейцу еду курю то есть вообще ты такую штуку же вот сделал вот ты ты бакмамбетов да то есть вы стали на отвечать за казахов москве когда это еще далеко не было никаким трендом да то есть это сейчас все говорят про феномен казахов да то есть феномен а тогда никто прожил вот то есть просто вот в раз и делали такое и соединили и когда воду курю были вот эти вывески да с баллы да вот ну а а еще вот если если курю а насколько все это было завязано то есть ну там не то что на наркотиках она на на наше то есть потому что но наша какой-то наркотик то есть но тем не менее это вот как часть культуры ну федор когда вы приехали снимать еду курю мы же не собирались снимать клип где музыкантов нет мы собирались музыкантов снимать ну и вот он сказал бы сниматься не будем пока не привезут кайфа ну ночь кто-то поехал привезли пусть вся группа если снимаете такой клип про еду курю давайте курите короче ну ладно давай мы покурили нет еще надо бухнуть через ли в пару канистры вина но в итоге они вмазали еще и больше не сниматься не могли мы снимали все без них с актерами вот три дня снимали то есть это такое вынужденное решение да ну то есть там все собирались как положено снимать музыкантов на кадре но оказалось невозможно ты как-то рассказывал что в какой-то момент на тебя повлияла книга мавроди которую он писал в тюрьме передавал на волю каких-то конвертах которые нельзя было вскрывать по какой-то причине я не совсем понял это но а что что такое то есть это это вот что было уже что-то такое эзотерическое для тебя в его текстах или это были просто какие-то очень важные куски жизни сейчас расскажу да в общем я с большим уважением и сергей понтеле еще всегда относился но вот эту его творческую составляющую как не знал ну и с каким-то недоверием относился он уже сидел в тюрьме и я увидел первые его тексты это вот о тюремной жизни и ничего-то как-то мне не зашло что называется какое-то напряжение почувствовал и как-то не хотелось мечтать а потом когда он вышел из тюрьмы один знакомый подарил ему тираж в тысячу экземпляров тех новелл которые он писал в тюрьме короче он в тюрьме писал от руки и у него не было возможности исправить что-то переделать у него не было возможности заглянуть какие-то справочники и он мог только написать зак положить это в конверт и написать там представитель президента по для тех кто сидит и забыл как по праву человека что такое поэтому они не имели права этого скрывать и да там уже адвокаты это все принимали перенабирали все то есть я что хочу сказать там цитаты из разных разных текстов от библии там до того гигантский потом люди которые редактировали низко этого не может быть человек не может это помнить то есть он феноменальным был но я еще не знал этого я как я и с опаской относился к этому и вот эту книжку когда он не дал руки я и держу и чё-то чуть не не хорошо я ее положил открою на случайной странице прочту пару предложений не хочу я разочаровываться сергей пантелеич так думал что поэтому меня ну а в какой-то момент я знал что мы с ним встретимся и он спросит лоб чудо как и поэтому силы давай читать и читаю и попрощение там 23 новеллы вот в этой книжке всего написал 144 все это называется сын люциферов все это называется и каждая глава предварительно диалогом люцифера сына и в общем две новеллы прочел не хочется вообще читать почему у меня вот здесь я вообще не люблю пугалки вот как жанр вот это все вообще не люблю и смотреть не люблю и думать об этом не люблю а тут короче читаю у меня вот здесь вот холодный ком какой-то внутри тиши неприятный ком образовался тяжело прямо вот ну прямо тяжесть душевная здесь и это первое второе я читаю и чувствую как меня ломает вот буквально ломает каждую строчку сложно думаю ибо хочу такое во первых ты не угадал ни одного финала то есть это с точки зрения сюжета офигительно все хорошо что тебя ломает а я понял что-то меня во мне ломает это с текстом не связано вернее то что меня ломало связано было со мной и с этим текстом и дальше я прочел все эти новеллы и по мере того как я их читал вот из этого холодного клубка неприятной энергии выдергивались части и он становится все меньше и меньше а когда я все это прочел я освободился я понял что я встретился с тем что является моим темным я его никогда бы не узнал не встретил не увидел не познакомился бы если бы сергей не дал мне эту возможность этим текстом поэтому я считаю что этот текст лично на меня появлял как никакой другой вообще больше никакой текст на меня так не влиял а что это было форма притчи форма рассказа это что это или это мистика это нет это очень крутые новеллы прямо вот я тебе отвечаю это просто круто по сюжету по всему и они очень круто сделаны тогда еще вообще никто эту тему не трогал вот виртуальные миры там и у него ну хочешь один сюжет просто давай короче чувак засыпая оказывается в пространстве где он все может все может и там сосед у него и женой и он начинает эту сетку всяко он ее любил и сначала у него там типа секс а вот расходится у него агрессия у него учить начинает и короче никто этого не знает но она знает и он знает и вот у него это все разгоняется разгоняется потом оказывается что там так устроена сначала он царь в я коротко сказал нелепо но это очень мощные штуки то что он а делал ли сделал это его дела но вот как ты думаешь а думаешь вообще это такая а финансовая это финансовая партизанщина или это вот что то что имеет какое-то будущее вот то что он пробросил тогда в этот а постсоветский союз или это чистой воды все-таки афера наш я короче по жизни стараюсь в аферах не участвовать даже сергей поделечим тоже я спросил он мне осенью девяносто третьего года рассказал про весь расклад я послушал говорю нас потом всех убьют он говорит бахыт ты ничего не понял и сейчас в двух словах расскажу что он мне объяснил он говорит идет приватизация вот эти все активы которые в стране есть они принадлежали государству а теперь собственники появятся эти активы не до ценю не до оценены порядково сто раз в тысячу чем мы делаем это осенью 93 года тогда уже в 93 году шла ваучер на приватизация и должна была закончится 31 декабря 93 года осенью он говорит не закончат еще будет один срок но вот он уже будет конечным ваучерной приватизации мы все что можно возьмем на ваучеры все что возможно на первом этапе первый этап ваучер на приватизации он должен ну вот так объявили полгода 94 еще сохранилась это приватизация и в чем его идея была грамотно ваучер отоварить а ммм инвест собрал на первом или на втором месте по количеству ваучеров населения собраны он говорит не надо их обесценивать мы не будем участвовать ни в каких приватизационных аукционах потому что говорит посмотрите вот видишь что происходит ваучерных фондов полно уже а акционированных предприятий совсем нету и эти ваучерные фонды обесценивают в ваучера население каким образом 200 рублевая акция гостиницы космос на аукционе они бодаются бодаются и за три с половиной ваучера 35 тысяч по номиналу ваучера да как бы покупают ну и говорит вот посмотри 200 чего они делают они просто убивают эти ваучеры то есть он самого начала сказал что им приватизация нужна формально она вообще не честно и мы когда делали рекламу фонда ммм инвест мы людям рассказали что такое приватизация мы никто и в государстве не озадачился ли он говорит по совокупности всего это швырялова значит и говорит они самое ценное будут выставлять в последние полтора месяца до конца ваучерной приватизации постараются связать максимальное количество ваучеров таким образом чтобы они не были предъявлены и говорит они свяжут через биржу игроков много появится которые не поверят что лафа закончилась и останутся вся куча так и оказалось хуже 1 июля уже все объявлено да а еще там до 15 до 20 июля 94 еще ваучеры по той цене весенние продавались хотя все уже конец ну вот и и значит идея была какая все что возможно на ваучеры собрать одновременно запустить этот насос ммм инвест вторник-четверг деньги качать он горит мы соберем деньги и когда в июле начнется второй этап мы купим все остальное чё чё не купили на ваучер дальше мы эти активы в одну компанию сведем и перри выпустим акции уже новой компании обменяем людям дадим или деньги если не захотят либо акции как они захотят по его плану стране в девяносто пятом году если бы у него все было как он запланировал появилась бы примерно 2 3 миллиона человек с активом в полмиллиона долларов примерно на собственном счету средний класс и он вовсе не робин гуд очень прагматично я говорю ну как же потом они на собрание соберутся и и тебя выкинут как они 3 миллиона на какое собрание соберутся на как стадионе они никогда не соберутся я всегда буду типа не обладает небольшим контрольным пакетом он парадоксальный человек я вот видел его в деле это каждый раз было что-то простое с одной стороны с другой стороны невероятно какие он решения принимал и он не собирался никого швырять ему не надо было он хотел стать хозяином этой страны ну х россии причем не то чтобы что-то свое там закидывать не что всем хорошо было что всем спокойно было там то есть у него план такой и для него масштаб поступков важен был это его фраза масштаб личности является масштабом деяния вот и он под вот очень культивировал масштаб своей личностью и был таким был шанс что то что он задумал получилось бы или шансов все-таки не было был был если бы вокруг были люди посмелее чем я ну короче там уже все плохо бы там уже криминальная история но в принципе шанс был шанс был сорвать порядок в городе и вот эта колбасня бы она привела его бы из тюрьмы в крем пересадили там был такой момент а ты помнишь когда это был ну примерно помню это август сентябрь девяносто четвертого ты сейчас рассказываешь такие вещи как примерно как а большевиках то есть никто из большевиков в какой-то момент просто не верил что они удержат власть и потом просто какой-то в какой-то момент как ты говоришь вот люди оказались достаточно смелыми и они просто все равно ее удержали несмотря ни на что так получилось что только на себя полагаться мог ну это поразительно но просто дела у него были такими что там ему равноценных помощников до партнеров не было просто по определению никто не мог с ним разделить вот груз такой ответственности а чего не хватало все таки характера или мозгов тоже духу не хватало духа конечно всем ну короче там же деньги и так или иначе эти деньги уже были у людей этих которые рядом были они уже что-то там какую-то недвижимость было 4 ну типа 7 какие ну ты тоже полно никто в тюрьму не не хотел садиться там скажи пожалуйста вот я как прочитал у одного кинокритика что единственный сценарист который по-настоящему понял русского мужика это бахыт килибаев что именно килибаев понимает что такое глубинный русский характер я я найду себе сейчас это девочка девочка 1 сейчас сейчас прям сходу нет но найду обязательно мы вставим фильм вот то есть вот ты вообще действительно понимаешь что то про русских или вообще про характер или про мужиков вот как как вот с этим откуда-то понимаю знаешь я когда мне полтинник исполнился я впервые задумался сам себе задал вопрос кто вообще ну и в том числе в этническом плане и точно понял что во мне три самодостаточных равных ипостаси во мне еврей живет стопроцентный во мне казах живет стопроцентный во мне русский живет стопроцентный если казах и еврей это пока по крови то русский по языку это единственный язык который знаю я на нем думал и весь мир я на нем воспринял русский язык устанавливает и мировоззрение там то есть и я как бы с детства особо остро слова чувствовал и до сих пор играю раскладываю и там так много интересного скрывается этих вот штук и я уверен что русский язык хранить себе еще колоссальный потенциал который может быть ближайшее время проявлен я знаю вот кроме этого еще три уровня я только знаю и они все там там это знаки и символы не буквы и не слоги и цифры то есть это сущностная информационная система она еще не открыла своих аспектов знаешь что как русский обрезался обрезался сколько там изначально было звуков 78 что лечит такое про что ты говоришь про реформы вот да 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 когда обрезан буквы убирались вот а так все таки насчет понимание психологии человека ты знаешь нет мне кажется я как-то я очень легко настраиваюсь на любого человека и начинаю чувствовать его эмпатия у меня высокий уровень эмпатии я могу за людей думать чувствовать чего с ними там как и все и для сценариста это же естественно ты сам себя должен поставить в эти обстоятельства когда рассказывают мне про то что как удалились например упали там чего меня реально физически в этом месте начинают чувствовать вибрацию такую не это я не заслужил этих качеств я с ними родился нет и раз такое говорю как то что и я вообще не помогает он даже это не мне говорила своему помощник вот типа единственный человек который знает что там с русским народом происходит я тогда удивился так не ожидал что характеризует тогда еще только реклама плане не было громовых там ну да да и мне знаешь очень нравится этот образ который во мне живет русского народа я вот с восхищением и с преклонением отношусь к тем сущностным качеством которые этому народу свойственны я как-то задумался о том чем русские отличаются от всех других и понял что русские отличаются от скорбями у них скорби космический по сравнению со скорбями других народов это чё значит это значит если в мире будет повод для скорби русский не сможет счастливым я подумал что это такое это наказание то есть если представить какую-то очередь за счастьем где народы стоят русские последний это очень наказание нет ни наказание у них их предки жили в мире где все было между людьми гармонично между людьми и природой между людьми и космосом природа и космос все было гармонично и у них это проложено глубоко гена и они просто не могут согласиться с меньшим русские не могут вдохновенно бабки зарабатывать ну типа вот просто вот это невозможно посмотрите эти русские олигархи чё творят ну вообще не ведутся они по тем правилам по которым там это все вот на мой взгляд чем отличие поэтому вот этот я муромец вот он спал о чем в нем спало спа спала вот эта информация она вот сейчас проснется им русские покажут миру как вообще правильно ты это веришь что это произойдет еще при нашей жизни мало того дает в ближайшее время вот эти 21 22 23 24 25 мир изменится до неузнаваемости все по-другому ты любишь что ли этих русских до сих пор да ты знаешь короче ты почему ты с ними вырос просто ты вообще в москву попал в каком возрасте москву да ну 90-х это уже взрослым но русские же и до того встречались в Алма-Ате Алма-Ата была русским городом если честно я другого не воспринимал и тут что то есть вот я не знаю вот это вот я сейчас военной темой но типа занялся там поразительные цифры вваливаются статистика это вот то что говорит само за себя в 2005 году я увидел статистику вов это на 100 призванных в этническом плане сколько вернулись за удивительная штука есть три этноса где на 100 призванных вернулась 30 примерно пропорция 7 погибло 30 вернулась дальше четвертое место уже меняется пропорция дальше вот очень большой разрыв и дальше на 100 призванных 70 вернулась там 30 вернулась тут 70 я там три этноса я залез в источники где потери основные это те кто в атаку вставал и там русские казахи и евреи вставали в атаку вот по этой почему русские вставали я понимаю ну реально внутри себя понимаю почему евреи вставали тоже понимаю у них мотив был и и понимаю почему казахи вставали типа убьют же ты чаю неудобно вот реально ну лежать впадлу ну типа от эти встают ну реально и мне кажется казахи и русские близки вот ровно тем что у русских есть код о гармоничной жизни предков и у казахов есть представление о том что называется жеруик это с одной стороны земля отцов с другой стороны это рай на земле у казаха также проложено поэтому русские с казахами очень близки насчет скорбей всего прочего а вот неужели вот сегодняшним молодым людям тащить на себе вот все эти понимаешь всю эту философию скорбей и все время к ним возвращаться что человек сегодня в 16 лет в 17 лет не может начать свою жизнь с чистого листа без вот этого скажем на хребте на шее вот этого ярма предыдущих понимаешь поколений которые его тянут к земле нет не может все связано понимаешь одно определяет другое на мой взгляд значит что сейчас происходит вот я давно про это уже говорю пропасть между межпоколенческая растет и вот совсем это очевидно стало когда ксения собчак разговаривала с зданиями лохин то есть предполагалось что поделились вот это такие как я 60 лет там то сюда и вот типа там 25-летняя разница тут ксения собчак есть 35 примерно да ну уже ближе к 40 ну и короче и дани милохин ему там 17 знаете кто это ну я знаю всего того что просто смотрел но так бы не знал ну в общем это тик токер на тот момент у него было 17 миллионов подписчиков и грех сделал лицом молодежным сбербанка и он на форуме экономическом в питере типа там что тусовался так вот собчак 10 ему фамилии назвала людей про которых она считала что он обязан знать что они невозможно он ни одну не знает из этих фамилий лев лещенко блин мэр политик горбачёв нет не вспомнил кирилл серебряник он назвал 10 фамилий которые на его взгляд все знают она ни одну фамилию не знает биг бэйби тейп биг бэйби тейп дура 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 рахим абрамов рахим абрамов это реально пропасть это разные миры разные абсолютно что произошло вот значит появилось поколение которое сформировано уже с этим общением это на мой взгляд феномен который вот разделил старших младших старшие всегда так было испокон веку до у типа патриархальная система властная до мужская и три поколения агашки их миссия держать рули навести среднего возраста люди они должны на хозяйстве быть воспроизводить эту реальность так чтобы она вот двигалась как агашки и дети сыновья они должны учиться у отцов всем чтобы заменить всегда так было а сейчас такого нету почему потому что сознание старших было определено тремя базовыми стереотипами которые для них не были стереотипами а были ну фактами их жизни места под солнцем всем не хватает жизнь эта борьба и зло давно и глобально победила поэтому не дергайся около себя чего сделал и нормально для них это было истина для поколения которое формировалось уже в момент когда появились игры всякие сетевые это не истин они что увидели что место под цифровым соусом только 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 появляется солнца всходит все больше и больше возможностей всем хватит второе что любая форма взаимодействия продуктивнее любой формы борьбы они они рационалисты и прагматики и не бодаются попусту и третье что таких как они полно по всему миру и это поколение прагматиков и рационалистов и они не доверяют старшим и имеют все основания не доверять почему они трезво смотрят на старших и видишь что те все шизофреники у них двойная мораль у всех и они не замечают это они не считают это проблемой старший все проникнуто все везде двойной мораль все нечестно вот с точки зрения нет в во всяком случае неадекватно с точки зрения взгляда трезво это раз второе ну типа они некомпетентны для молодых старшие некомпетентны они не рубаются в эти в современные технологии как таким людям доверять нужно шизофреники двойные стандарты не в состоянии адекватность оценить себя и еще и по самые элементарные вещи не знаю это раз и второе разве старшие предложили молодым какую-нибудь увлекательную повестку позитивную хоть одну хоть одну самый ответ самые самые ответственные старших предлагают ну типа понижение последствий кризисов мы короче ты не умрешь умрешь не сразу через два дня типа ты будешь голоден и в мучении не 6 месяцев а 8 ништяк жизнь вообще просто удивительно вдохновляйся и и разве при этом это же не это разве не выглядит чудовищная безответственностью старше старшие все отвалили типа это чуваки это потому что те плохие те плохие мы вынуждены вооружаться мы вас кормить что это за кому это что этим объяснить и как это можно изменить вот при таком старшие вообще ничего не понимают что на велосипеде происходит или они участвуют в этом всем поэтому молодые не пойдут за старшими но если не найдется среди старших тех кто в состоянии принять новое да вот их принять и только старшие эти могут обеспечить связь времен если этого не будет то молодые вместе с водой вы выплесну плоденца ценное все выкину что связано со старшими они не смогут разобраться и это будет касаться касаться ценностей человеческих отношений это очень важно вот такая история но при этом я думаю что все повернется в нужную сторону вот пришло поколение которое спецом для для этого смотри а две тысячи лет назад римская империя провинция иудея приходит человек который говорит а все что было это ужасно мир на самом деле мир как ты говоришь старших он погряз в пороках коррупции бесчеловечности я принес вам новый мир я пришел не отменить но исполнить пророков да то есть иисус предложил новую позитивную повестку на тот момент и христианство а она то есть она предложила скажем то а к чему весь старый мир был не готов вот то есть в результате это стало скажем так новой религией да то есть христиан в мире на сегодняшний день больше всех то есть самая распространенная несмотря там на китайцев на индусов и так далее самая распространенная мировая религия христианство ну то есть а до этого люди ждали допустим евреи ждали маша а то есть ждали сейчас ждут и ждут и говорят что скоро придет а мормоны говорят что есть церковь святых последних дней да и за это же да то есть его они тоже ждут миссию причем они ждут в соединенных штатах у них там все написано и знаешь как населенный пункт называется в котором должен появиться тот кого они ждут как он дай аман чё там чё такое три слова они произносят это я мы я встретился здесь с представителями церковь я говорю а вы знаете что это значит нет в принципе не знаю а пока сказского языка это очень четко типа человек что-то там как-то переводится это все круто и они ждут его ровно на той стороне земного шара вот если проколоть посередине через центр то на территории казахстана вроде алматы выйдет а ты говоришь сейчас о том о чем ты думал и что тебе пришло скажем так в голову исходя из того что ты что сделал исходя из того что ты испугался который какой-то момент чего в какой момент не знаю то есть я пока в процессе для меня все в движении мои планы все прямо еще реализуются поэтому я ты знаешь сейчас не время подводить итог сейчас наоборот все начнется динамика начнется но вот короче я думаю чё с этим делать совсем я раньше мучился вот все это в голову идет чё с этим делать ну короче стал раздавать где возможно не принимается чего-то не не заходит никак и я уже все ситуации когда тащить тяжело выкинуть жалко я 15 лет с этим но теперь вот последнее время последние полгода вдруг начало заходить и там люди обратную связь дали которые для меня такие это я думал о том как очень важно чтобы это было реализуемо меня не интересует теоретические построения вот есть мир такой как он есть есть люди какие они есть если безусловно принять то что есть они не так чуваки у нас будет рай все нормально но вот вы да вы должны то сего вы это все этого не будет никогда а вот именно те которые есть других нету можно лечить сделать и вот меня именно этот вопрос мучил и никак мучил я стал об этом думать и стали приходить ответы и вот сейчас у нас я так считаю вот мы человечество современное какой сценарий проживает заканчивается парадигма цивилизационное развитие которое было обеспечено конкуренцией сейчас конкуренция перестала быть драйвером эволюционным подожди подожди можно почему это вдруг она перестала сейчас расскажу почему потому что что мы сейчас видим появились игроки которые вышли за рамки конкуренции по этим правилам сверх игроки и которые целые индустрии останавливают давно уже есть технологии которые позволяют электроэнергию по-другому извлекать давно уже есть медицинские технологии сверх эффективные но существует инерция вот этих структур ну типа всех этих корпораций компаний которые мы не могут по-другому они сейчас задают собственно параметры для нас возможного и вот этот это все сейчас видно же да что все становилось и все рушится везде во всех полярностях напряжения везде многомерно и уже это не связано с территорией россия казахстан соединенных штатов америки это везде одинаково проблемы в каждой стране одинаковые это там просто может быть ну приоритетность несколько будет меняться варьироваться а так список проблем один тоже то есть мир встретился с этими проблемами и на мой взгляд трансформируется это все каким образом вот в недрах этой парадигмы цивилизационной уже зародилась и сформировалась на первом уровне парадигма которая развитие которой эволюция который будет обеспечена партнерством гармонично не конкуренция партнерством вот собственно все к этому на мой взгляд идет и в этом партнерстве у человечества есть колоссальные перспективы и ресурсы вот это вот расширение коллективного сознательного позволит включить те ресурсы которые сейчас есть но они недоступны что я имею ввиду вот есть такой ресурс как знания навыки опыт конкретного человека да и это используется как правило там где он есть но мультиплицировать это как правило невозможно вот сейчас на мой взгляд что произойдет цифровые технологии позволят оцифровать персональную систему каждого пользователя операционную систему каждому из нас личности каждый присущая операционной системы это те алгоритмы которые сопровождают нас по жизни они бытовые социальные профессиональные и в моей модели оцифровывать надо как раз персональное пространство или личностное пространство то есть оцифровывать вот этот микрокосм каждый персональный а как это сделать вот просто на примере как можно оцифровать вот тебя смотри я это тело и сознание тело это широта долгота высота над уровнем моря верно ну где ты сейчас находишься плюс с формулой чтобы вот этот объем которые я занимаю исчерпывающие описывался правильно то есть все вокруг тебя вот куда я достану руки расставлю вот формула которая определяет мое присутствие в реальности вот я вот в этом пространстве да хорошо дальше земля кружится вокруг своей оси помнишь да да а кроме его в плоскости эклиптики движется с планетами солнечной системы вслед за солнцем они тоже двигаются по своим оси дай листик бумаги эти нарисую вот смотри если бы от каждого из нас шлейф оставался видимый в космосе то чтобы мы увидели в модели мы бы увидели 365 вот таких петелек я не буду все 365 рисовать да ну короче понятно дачу чем чего это было вот вот это поворот земли вокруг своей оси а 365 этих маленьких поворотов разнесенных на этой спирали они образуют год то есть у меня есть формула которая переводит значение широта долгота высота конкретно значение в расстояние которое тут проходит единицу времени и эта формула рисует траекторию моего присутствия и вот это несущая и на нее скидываются все информационные проявления мои вот если ты компьютере сидишь до пишешь письмо открыл word система все записывает все что ты сделал фиксирую твои действия что творог потом ты пишешь привет да привет п когда ты нажимаешь на по это настоящее как ты палец оторвал это настоящее уходит в перспективу п уходя туда привет запятая бах это бах это тоже прошло вот так она фиксирует тебя твоя система твои информационные потоки и так как это на оси времени она все повторяющиеся алгоритмы фиксируют проявляет твои алгоритмы тебе присущей если что ты сделал три раза одно и то же система обращается к тебе правильно понимаю что ты это делаешь вот ради такого такого-то ты или подтверждаешь или не подтверждаешь я подтверждаешь она говорит оптимизировать алгоритм этот пользовательский и ты дальше оптимизирую не оптимизирую как она оптимизирует этот пользовательский алгоритм это твоя персональная система она проявила твою персональную операционную систему от тебя зависит уровне конфиденциальности все что ты не закрыл оказывается в доступе для всех. И ровно по этому объему параметрии тебе оттуда тоже информация придет. То есть в любом своем целеполагании система предложит тебе самый чемпионский алгоритм, который на этот момент проявлен системе другими пользователями. Вот смотри, если я в жизни каждый день встаю и делаю зарядку, то это у меня приобретается к привычку и я потом по этому самому алгоритму уже привыкаю делать зарядку каждый день. Нет, ты делай ее как это, заряд не связан. Смотри, все а вот это что? То есть здесь как мне алгоритмы, скажем так, меня... Да просто фиксируются ты, вот система все твои информационные проявления фиксируют. Речь где ты находишься, только для тебя, это только ты имеешь доступ к этому, никто другой. И она проявляет присущие тебе алгоритмы, которые тебе просто свойственны сейчас. Часть из них являются бытовыми, они ну, что тебе там помощь-то, как холодильник открыть или там ты и так знаешь. Но если есть что-то новое, ты чем-то занят, ты формулируешь для системы потребность в том, тебе нужно, цель, ты просто описываешь цель по параметрам, что ты хочешь. И система предлагает тебе вариант реализации. Она учитывает твои изначальные ресурсы, учитывает тот опыт, который в системе проявлен другими пользователями, сравнивает это все очень простым способом. Это просто статистика прямая. Количество времени, затраченного ресурсов, усилий, количество человек. И именно тот алгоритм, который тебе нужен, из системы тебе предлагают для использования. Появляется сообщество, где прорыв каждого обогащает колоссальное сообщество. То есть, все заинтересованы в том, чтобы каждый проявлял какие-то уникальности свои. Не был унифицированным элементом, похожим на всех. Да, а наоборот, короче... То есть, те алгоритмы, которые система предложила мне оптимизировать, они собираются, и потом для всего сообщества они являются ценными, потому что это уже отработанный оптимальный короткий путь. Конечно. Не, мало того, все, что проявляется и является незакрытым, становится элементами твоей персональной суверенной информационной системы. Даже если ты в этом не в зуб ногой, вообще не понимаешь в этой сфере, все равно твоя система информационная, она будет знать все, что, типа, знает этот человек, который с тобой живет. Твой персональный ресурс будет по функциональности таким же, какой вот этой всей системой управляет. Так чего будет? Уже вот у меня телефон, который про меня знает гораздо больше, чем... но ты не знаешь про себя. Ну, я же могу запросить. Ты можешь запросить, но это все те технологии, которыми мы сейчас пользуемся, они не созданы для того, чтобы мы были суверенными и самодостаточными в своем развитии. Они созданы для того, чтобы нас оболванивать и превращать в стадо. Чтобы нам продавать новые товары и услуги. Да, контролировать, манипулировать. А я говорю про то, как освободиться от этого. хорошо. Вот мы, скажем, имеем достаточно удобный и понятный инструмент, каким образом мы можем сделать полшага ближе к свободе. Что дальше? Нам нужно осмыслить первым делом, что происходит. Вот кто мы, для чего мы и куда мы. Ну, что сейчас стало ясно, что вообще-то люди живут сообществами. и государство это форма сообщества. Верно? Да. Вот теперь к этому надо подойти просто вот по новой. Окей, надо определиться кто мы, что мы хотим и ради чего объединяем свои усилия. Вот мы вместе для чего? И я очень простую вещь предлагаю. Мы объединяем свои усилия, чтобы значительно эффективнее мы могли поддерживать жизнь. Жизнь это самая высокая ценность. И она должна быть не продекларирована, а эта константа должна быть вписана в вариант финансово-экономической системы новой, которая требуется. И развитие жизни и обеспечение развития это смысл для чего нам объединяться в государство. Мы должны создать сообщество, где функция государства это сервис по обеспечению поддержки жизни и обеспечению развития. Тогда понятно для чего мы объединяем усилия. Да, мы разные, очень разные, но есть одинаковая цена для нас это вот жизнь каждого, жизнь его родных и близких, их развитие, да, это все. Это вполне достаточно для того, чтобы синхронизироваться и в резонанс попасть друг с другом. Ты говоришь о белой стороне, но всегда же есть и черная сторона. Черная сторона, видишь, что с ней происходит? Она валится. Уже в том сценарии невозможно удержать энергии. Но никогда же не бывает одного белого сценария. Ты же как драматург знаешь, что возможно только постоянное столкновение. Но тут нам предстоит квантовый отрыв от энергии плохих сценариев прошлого. И этот квантовый отрыв на какой базе может жизниться. Вот подумай о том, что за каждым из нас прямые потомки, которые вглубь веков поколение за поколением. Предки. Предки. Да. Вот я сравнил свою жизнь с жизнью своих родителей и понял, блин, моя жизнь значительно легче и проще. Они войну прошли, да. А потом когда про своих дедов вспомнил про их родили, нам вообще кошмар. Еще хуже там. А что там было? Там погибли родители отца, погибли, он еще в детдом попал. А мамина мама погибла во время бомбежки, ну то есть мрак такой. Я тогда подумал и понял, что там в глубину веков уходят поколения моих прямых предков, да. Я точно понял, что у них жизни были тяжелейшие, что только не выпадало на их долю, да. И спросил себя, ради чего они это все делали, упирались. Ответ быстро ушел, для того, чтобы дети были счастливыми. И вдруг я понимаю, что еще ни в одном родовом канале не было счастливых и вот эти все страдания, подвиги, страдания бессмысленны, подвиги бессмысленны предков. Почему? Ну, потому что нет счастливых. Они ради этого все делали, а до сих пор не счастливы. И наполнить их жизни смыслом, их деятельность, ценностью могут только живые их потомки, которые для себя поставят задачу стать первым поколением счастливых людей. Если мы это осознаем, мы сможем оккупировать все энергии прошлого, негативные, все эти исторические события, холокосты, все отодвинулось, и у нас есть общая платформа, общечеловеческая. Мы наработали этот опыт, да, благодаря этим противостояниям чудовищным, вот этим преодолениям, но это привело нас к этой нынешней возможности, выскочить за рамки. Мы должны сказать друг другу спасибо за игру, игра закончена, мы достигли того, ради чего это. То, о чем ты сейчас говоришь, это утверждение о прогрессе, да, то есть ты говоришь, что на самом деле ты живешь лучше, чем твои родители, и тем более лучше, чем твои бабушки и дедушки, соответственно, твои дети должны жить лучше, чем ты. Нет, я не так говорю, я не про это говорю, я говорю про то, что... А ты говоришь, а мы вообще игру закроем. Смыслы существования бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек могут появиться только от деятельности ныне живущего их потомка. И единственное, что он может сделать или не сделать для них, это или наполнить их жизнь смыслом. Каким образом? Они все это делали для того, чтобы кто-то в их колене счастливым стал, чтобы появились счастливые. Так вот, стать этим счастливым. И это задача у каждого живущего ныне. И предлагается жене на кресте повисеть, не в тюрьме посидеть. А быть счастливым это же легче и приятнее, чем в тюрьме сидеть. Ну, а предложение поучаствовать в красивой сказке, это, безусловно, предложение не новое для человечества, но всегда очень привлекательное. То есть, ты предлагаешь участие в новой сказке, в новой религиозной теме, которая бы людей сделала счастливыми. И ты говоришь, просто станьте счастливыми. не заморачивайтесь. Не, должны осознать люди сами, каждый для себя, что это такое, для него, что у него есть ответственность перед своими предками. Это первое. И второе, подумать об этом рационально, что такое счастье. Вот у меня есть по этому поводу несколько соображений. С одной стороны, если, вот чем мы одинаковы, все люди, вне зависимости того, где родились, какая религия, мы, каждый из нас проводник жизни. Жизнь идет через нас. Каким образом? Ну, это наши действия, мысли, поступки, там, решения, всякое такое. Окей, а с чем наши действия связаны? Они связаны с тем, что мы, опять же, одинаково устроены, мы испытываем определенные потребности. У нас есть потребности? Так вот, потребности давно категоризированы. Верно? Если не нравится Маслоу, можно найти любой другой способ, но главное, они категоризированы. И с этой точки зрения мы все одинаковые. И вот, посмотри, вот человек и семь секторов. В пирамиде это вот так, Маслоу, да? А мы вот так графически это зафиксируем. Это центр, это человек, он испытывает потребности, вот это все его потребности. То есть, таким образом, мы можем писать человека в динамической таблице, замерив степень удовлетворения тех или других потребностей. Понимаешь? Для меня это таким образом коэффициент качества жизни может быть прояснен. Это человек, вот до отсюда сто процентов. Если вот так, это сто процентов удовлетворения. А можно замерить, как сейчас, и появится вот что-нибудь такое. И окажется, что одной целых там одна, восемь, там два, четыре. Вот. Реально. Как сейчас. И эта формула что позволит перейти в другую экономику? Сейчас вот странно же, мы живем в Казахстане. У нас тут типа тенге. Бэмс, что-то произошло, доллар дернулся. И мы то же самое покупаем уже за большее количество тенге. Это что такое? Мы-то тут при чем? У нас как было все, так и есть. Откуда это все? Почему так связано? И сейчас стоит вопрос о суверенитете и суверенности. Финансово-экономическая система, если она не суверенна, она не служит. Это очень опасно для людей, которые пользуются несуверенной финансовой-экономической системой. Их можно в любой момент просто под откос пустить. Ну, глобализация же, глобальный мир, глобальная экономика, все переплетено. Как мы можем быть суверенны? Суверенны мы можем быть хотя бы осознав, что мы живем вот на этой территории, это наша страна. Да? И предлагается формула капитализации страны. Как посчитать? Что такое страна? Это территория, да? Ну, границы. Откуда они? Это предки. Да? Дальше. Что это такое? Это природный климатический ресурс, верно? То, что природа Бог дал. Это инфраструктура существующая на этот момент. Это усилие всех людей, которые работали на этой территории. Правильно? Да. Больше же ничего другого нету. Вот правильно же связать экономическую систему вот с этими аспектами? мы же... Она связана. Не связана, я тебе говорю. Ну, как, а наши природные ресурсы и нефть продают отсюда? Это вот смотри, это нам кажется здравым и естественным, а на самом деле все устроено не так. Никак капитализация современного государства не связана вот с теми параметрами, нету никаких прямых зависимостей. Все по-другому считается. Сейчас мы имеем возможность тратить деньги в объеме золота валютного запаса, который у нас есть, понимаешь? На внешнем уровне. И все. Это какие-то, ну, типа, никакого отношения к реальности, вот к этой ткани жизни ежедневной это не имеет. И вот, как бы выглядела формула капитализации? Вот капитализация капитализация страны равна совокупная стоимость всех объектов инфраструктуры, рассчитанная по универсальной формуле, которая может быть применима где угодно в мире и по поводу которой есть у специалистов консенсус. Ну, типа, что она корректная. Плюс совокупная стоимость всех природных ресурсов, плюс совокупная стоимость климатических ресурсов. И это все надо умножить на коэффициент качества жизни средней по стране. Коэффициент качества жизни возможно получить, замерить только лишь, если появится суверенная социальная сеть, где аккаунт каждого пользователя обеспечивает его суверенитет на информационно-энергетическом уровне. Тогда есть возможность замерить точно, объективно. Коэффициент качества жизни в абсолютном своем значении это единичка. Что это значит? Это значит вот то, что предки дали, то, что Бог дал, нормально используется. Мы не выкинули, а нормально используем. И дальше логика этой формулы. При такой формуле капитализации бизнес и вообще все будет настроено на то, чтобы повышать коэффициент качества жизни. И бизнес именно таким образом получает прибыль. Условно, человек строит 200-квартирный дом. Там есть 200 семей, которые переехали. В каждой семье есть 2-3 члена семьи в среднем. У каждого из них есть коэффициент качества жизни. И в этом коэффициенте качества жизни есть параметры, которые связаны с тем, как они живут, в каком помещении там то, что 50-е. И вот эти 200 семей улучшили качество жизни. И именно эта дельта и возникает в капитализации страны. Потому что значение параметров коэффициент качества жизни растет. Понимаешь? А внедрять это нужно сверху или снизу? То есть ты вот это предлагаешь правительству, например, Казахстану, России, Аргентине, или это ты предлагаешь людям, чтобы они через себя стали счастливыми и потом пришлось всем это делать? Смотри, все мы заинтересованы, мы с тобой отцы, у нас детей полно, чтобы все было максимально гармонично и без катастроф. Верно? Да. Поэтому правильно сейчас двигаться и так, и так. Вот что сейчас мне ясно, что для того, чтобы перейти на такую модель, денег много не надо. Это сейчас любая государственность может себе позволить. У любого государства сейчас есть деньги, чтобы вот так. Например, Казахстан. Например, Казахстан, все есть для этого. Но должна быть еще политическая воля. Но вот с этим сложнее, потому что политики консервативные, они не могут действовать беспрецедентно. но есть территория одна рядом с нами, Киргизия, которая могла бы стать пилотной, потому что они на краю, им деваться некуда, им только поворачивать ровно в противоположную сторону. Ты имеешь в виду, что после четырех революций им уже терять нечего, они могут пойти на принципиально новый эксперимент. Они сейчас пришли к пониманию, вот там знаете, что с элитами произошло? Ну короче, какой смысл стремиться к президентству, если через полтора-два года тебя в тюрьму закроют и все. И элиты уже с этим разобрались, и они сейчас договорились о том, что они перестанут воевать и ищут какой-то другой путь. Если получится у меня было бы круто, потому что мы казахи тоже не сможем, но если там начнется, если там все это увидим на примере, то очень быстро сможем повторить это все. Вот смотри, совсем другой пример, вообще из другой территории, Сальвадор, страна, в которой из-за инфляции даже отказались вообще от собственной валюты, то есть перешли на доллары США, сейчас сделали собственной валютой биткоин в качестве вот такого совершенно сумасшедшего эксперимента, на который нет, то есть они сказали, да, нормально все, вот биткоин теперь наша валюта государственная, вот, то есть это они, скажем так, вот, ну, я ни с чем не сравниваю, но они идут от того, что когда уже вообще все потеряно, и все плохо, и терять нечего, можно пойти на любые эксперименты. Может быть, может быть, я не такой степени знаю это все, но для меня биткоин, как платежное средство, сомнительный, он по своей природе не связан с благом, для меня вот деньги, это же морок, все это появилось в те времена, когда нужны были какие-то памятки, мы с тобой обменялись, типа, товарообмен, я и хотел сказать, сейчас вот нужно, ты предлагаешь тогда живой товарообмен, чтобы это было связано с, но через фиксацию в единицах, чтобы деньги не превращались в самодостаточную силу и энергию, а были бы тем, чем они являются, они просто фиксируют, что происходит на энергетическом уровне, на материальном, сами по себе деньги становятся силой, вот это сейчас. Знаешь, как этот, в Нагорной проповеди сказано, кто брату своему скажет безумец, тот будет гореть в деянии огненной, поэтому я не скажу тебе безумец, чтобы боюсь гореть. А так бы сказал, если бы нет, да? Но посыл мой вот примерно да, то есть, мне кажется, куда безумнее относиться к этой реальности как к единственному возможному. Посмотри сам, ты же за ребенка ответственный за своего. В каком мире ты живешь, тебе не кажется, что ты вообще ничего не контролируешь, что всех нас под дуростью могут размазать или сами мы под дуростью что-нибудь натворим. не знаю, не знаю, что ты живешь, Продолжение следует...